Приехал Дмитрий Лапшинов Итак, вот четыре грани совершенства, вода, еда, дыхание и сознание. Если все учитываем и развиваемся, то активно самосовершенствуемся. Вот по большому счету будет у нас сегодня такая вводная. И дальше уже какие у вас вопросы интересные, давайте по всеми пообщаемся. Дмитрий, а вот что ты скажешь о вспомогательных веществах, как грибы-мухоморы, то есть расширители сознания, сам употреблял и твое отношение к ним? Первый вопрос. Есть у шаманов такое определение. Тот, кто находится на внешней алхимии, со временем становится жалким. То есть, если человек постоянно как катализатор применяет, ну, такие вещи есть глиссогенные, допустим, торможащие, а есть ускоряющие временно. Если мы себя культивируем чем-то извне, это как мышцу, которую не тренировать, она со временем трофируется, не развивается. Так и мы, если получаем что-то извне, как катализатором мозг стимулируем, то организм сам перестает поддерживать такую ясность. И когда мы это не применяем, у нас еще как раз внимание подвергается яду вялости, рассеянности. Ну, и привыкание идет зависимо, все равно как к сахару, как любая пища. Понял. А вот второй вопрос. Я смогу за месяц приготовиться к проноедению? Вот на 40 дней уйти на воду. Вот если сейчас мы в ушатом состоянии, в веганю сейчас просто жареное емся. Без пакетики бывает. Медитация, точно так же, как и любой опыт, допустим, проноедения, называется строительство красивого дома. Нет смысла строить красивый дом на болоте. Должен быть фундамент. Человек сначала делает фундамент. Что такое фундамент? Допустим, для проноедения. Это первое, щелочное тело. Когда мы будем, допустим, отказываться от пищи, праной-то мы не отказались от пищи, и такой стрессовый проноединитель времени в виде голодания. Первые признаки есть хорошие, очищающие, потом есть и запасы, после запасов есть анорексия, есть стадии, которые можно отслеживать и не допускать. Но проноедение – это нечто другое. Проноедение – это прана должна вытеснить пищу. И эфирное тело прана берет под контроль и поддержит изичку пищи. То есть для этого должно быть несколько составляющих. Первое – щелочное тело. Второе – мы должны развить свой киноварь, нижний дантянь. Мы должны при фрикусировке внимания человеку дается меньше 30 секунд, чтобы он стал горячим. Тогда у человека дантянь развит. И если мы вообще его не можем на нем сфокусироваться и не ощущаем, как, допустим, начальный этап – зуд щекотания, и этого недостаточно. Должно быть приятное горячее либо тепло. Меньше, чем за 30 секунд при фрикусировке нагреть. И вот тогда у человека запас ци достаточен. Это второй фундамент. Первое – щелочное тело. Второе – запас нижний дантянь. И третий – сбалансировка полушария мозга. Человеку даются две ручки. Он одновременно рисует круг-треугольник. В течение минуты минимум 20 пар должен нарисовать. Значит, мозг сбалансирован. Значит, без питания он не будет срываться, когда будут раскочегариваться вкусовые рецепторы. Большинство людей, которые спускаются назад, это не потому, что тело требует, а потому, что вкусовые рецепторы так раскочегариваются. Он в жизни их эмоции привыкнул получать через вкусы, а тут перестает их получать. А сердечного рождения не хватает, чтобы в нем пребывать. И необходим внешний катализатор. Вот если ты подготовишь за это время дантянь, ПАЖ и балансировку полушария мозга, это будет фундаментом для перестройки направо. Подготовить и сохранить, да? Дальше держать аскезу как бы. Благодарю. Что такое осознанность? Этот термин часто применяют, но используют так часто, что порой уже сложно понять, где чек осознанность не осознанность. Очень хороший вопрос. Сегодня слово осознанность стало практически, даже, наверное, рекламным где-то часто, так, насколько применяем. У человека есть мироощущение и мировоззрение. То есть мы можем логически что-то объяснять, интуитивно. Вот когда человек осознанность подходит слева полушария мозга через рациональность, я осознан на уровне интеллекта. Я знаю, что такое хорошо, что такое плохо. Я сделаю так, потому что это правильно говорит мой ум, исходя из стереотипов и норм шаблонов поведения. А так я не буду делать, потому что так говорит закон, либо так говорит мораль и этика нехорошо, некрасиво. Допустим, либо заповеди. И так человек от ума варится в этой логической, рациональной осознанности. Но это еще не интуитивная осознанность. Интуитивная осознанность – это состояние. Когда человек пребывает в интуитивном состоянии, это своего рода медитация. Если говорить, есть визуальные медитации, тактильные и аудиальные. Допустим, чтобы сейчас быстро не расходиться, допустим, возьмем тактильную осознанность. Сначала человек учится, допустим, дзадзэм, медитация. Пальчики взяли, сидим, тренируемся, удерживаем тактильное ощущение больших пальчиков. Точка между большими пальчиками. Человек научился минимум 10 минут это ощущение держать, оно ни на секунду не пропадает. Ощущение теряется, но пальчики посильнее надавили. И вот это тактильное ощущение надавленных пальцев способно 10 минут удерживать, ни на секунду не отвлекаясь. Дальше его переходит ко второй стадии. Допустим, наблюдение за дыханием, как випассана. Либо удерживать участки в теле. 10 минут способно удержать участки в теле. Вторая стадия – удерживать тело изнутри полностью. Ощутить себя внутри тела, от макушек, гордолы, головы до кончиков пальцев рук и ног. И тактильно 10 минут, ни на секунду не отвлекаясь, удерживаем. После этой стадии начинается ощущение пространства вокруг себя, как Эдхар Толли. Он как раз этой веткой шел, укоренение вши, вглубь вернее. Следующая стадия – удержать ощущение пространства вокруг себя. И вот здесь и начинается интуитивная осознанность. Когда человек двигается, идет, и он постоянно держит ощущение пространства вокруг себя. Это уже мы говорим об интуитивной осознанности. Сегодня под термином интуитивной осознанности многие имеют в виду логическую, рациональную. «Знаешь ли, кого ты лично и видел, что люди умеют ревитировать вживую? Ты видел, что это теперь более такой мастер? Хотел бы ты ему научиться?» «Без грибов». «Видел?» «Лично не видел». Если честно, я в это верю и убежден, что это, да, безусловно, есть. Но я лично не видел, я только слышал. Мой мастер Шэньжи про это рассказывал, как его учитель владел такой техникой. Он до сих пор живет, говорит, на таком древнекитайском диалекте, что сами китайцы уже сегодня таких акцентов не знают. Он со времен Мао Цзэду, но ушел в горы, когда было гонение на монахов. До сих пор живет. Лично не видел. «В смысле у вас на практику Тури?» «Турия?» «Да. И свой опыт, их же несколько, но очень интересные ученические, на вашем и вообще для чего?» «Есть несколько состояний сознания. Бодрствование, сон, осознанное сновидение и Турия. Турия – это, по большому счету, граница между сном и бодрствованием. Это пик силы. Медитация – это осознанный сон. Сон – это неосознанная, бессознательная медитация. И сила на границе между сном и бодрствованием. И каждый человек встречается с этой Турией на границах между засыпанием и перед пробуждением, но на несколько долей секунд. И за эти доли секунд мы восполняемся энергетикой. А все остальное – сон, это отдых для физического тела. И в эту Турию отдыхает, восстанавливается ум, психика и энергетика. Восполняется, заряжается несколько долей секунд перед засыпанием и перед пробуждением. И вот медитация – это искусство входить в это состояние и поддерживать, укорениться. Мы называем это состояние не Турия. Турия – это больше терминология томийских ситхов. В нашей Турии это состояние называлось Тан – граница между сном и бодрствованием. Только после этого начинается медитация. И человек даже уже укореняется. Есть уровни этой Турии. Сначала Турия – граница между сном и бодрствованием. Начинается мистический опыт медитации. Медитация, медитация. И истощается Турия. Это вторая вижа, второй стан – это Бардо. Граница между жизнью и жизнью. А вот все между ними – это медитация. У Бардо тоже есть три состояния. Первое состояние шамана называют геометрией. Либо у нас традиция называют это мандалом. Когда уже варианты сансары, как пиксели, начинают саморастворяться. Второй уровень Бардо – это свет, звук и лучи. Это настолько ваше тело, мысль и речь сливаются. То ли ты встал, то ли ты подумал, что встал, то ли ты говоришь, что встаешь. Это становится одним и тем же процессом. И третья стадия Бардо – ясный свет, а точнее первая стадия Бардо. Тибетцы говорят, тот, кто осознается в ней, достигает радужного тела. Обычно человек, если не может осознаваться во время сна, он не осознается в Бардо, на границе между жизнью и жизнью, достигает духовной реализации. Помню, даже забыл, как зовут тибетского монаха, который помогал Далай-ламе. Но он сейчас сперил своей социальной жизни, вынужден быть политиком, и он практикует младшую и среднюю колесницу, только есть в тибетской юге, сутра и тантра. И у него был промышленник, который все бодрствование, он ему помогал, а время на практике у него было только по ночам. Он засыпал, осознавался во время сна и внутри сна практиковал. То есть в основных сновидениях есть несколько стадий мастерства. Три стадии называются «красить золото и золотой краской», когда мы управляем сном, в районе есть три уровня. И высший уровень – это сесть внутри сна в практику. По большому счету, осознанное сновидение – это уже начало турить. А если мы внутренне сядем в медитацию, она начнет разворачиваться в пиксели, в тегле. Обычный человек, если начнет фокусироваться на чем-то в туре, начнет мельтешить, его выкидывает. Я обычно рекомендую сначала менять участки быстро-быстро-быстро. Но для того, чтобы это не было, человек заведомо балансирует полушария мозга, и тогда его разум устойчивый, и он начинает как будто погружать, вгружается. Входит внимание наблюдателя и объекта, как засеркали. Здорово. У меня такой вопрос, когда его ждут или с детьми, можно что-то посоветовать или что-то порекомендуешь? Дети, например, с центральным воздействием, дефицит внимания, да, и проактивность. Но они маленькие, то есть сами они не могут против заниматься, что что-то можно делать. Толстой говорю следующее. Для того, чтобы ребенок либо ученик учился хорошо, он должен быть заинтересован. Дети они не статичны, дети они динамичны, и любая практика должна у них быть в игревой форме. Им нужно создать игревую атмосферу, либо соревновательную. Кто там дольше просидит, допустим, под воображаемой водой в задержке дыхания, кто там еще быстрее просидит на координацию. Мы с детьми занимались только сенситивом, тренингом для мозга на гармонизацию полушарий. От хлопков до переключений пальцев, приседания с ушами. Йога для мозга, сирхи перед медитацией обязательно делают. У меня была женщина, она работала в Министерстве пожарной безопасности в Москве и доработалась до рассеянного склероза третьей стадии. Она каждую свою конференцию начала учить за месяц, каждый день, чтобы что-то рассказать. А при ходьбе могла потерять шаг равновесия. Я ей дал только это упражнение, довела до 50 приседаний на вдохе вниз, на вдохе через нос, работает симпатическая нервная система, вверх на выдохе через рот, работает парасимпатическая нервная система. И симпатика и парасимпатика начинают объединяться. 4 месяца позанималась по 50 приседаний в день, через 4 месяца у нее не было рассеянного склероза. И вот с детьми точно так же можно, но выигрывать в соревновательной форме. Медитировать они не будут. Что означает мертвая вода? У мертвой воды это значит заряд энергетический плюс, ОВП плюс и пошел вверх. Есть показатель заряда ОВП минус, ОВП плюс. А как оно получается? Кипяченая вода? Нет. Здесь, допустим, сегодня есть, если технократический методом подходить, то есть водородный установок, заряжающий воду. А так человек внутренним обычно может либо заряжать, либо как минимум хоупонопоно в воде, там я люблю тебя, я благодарю тебя включать ее заряжать. Либо рисует мандалу. Самая простая мандала это звезда. Многие шаманы, маги любят применять такую технику. Звезда рисуется пятигранной. Мы вообще пятимерность. Пять органов чувств, пять чакр, имеющие тегле, а не семь. Пять пальцев, пять полых органов, пять плотных органов. Человек, две руки, две руки, одна голова. Звезда. Все по пять фрактально. И вот да Винчи, бюльемский человек, руки так рисовал. Эта техника одна из пасовских, когда выполняли на расцвете и на закате, запуская тор через звезду. И вот мы можем либо звезду через себя делать, либо, допустим, нарисовали на бумаге звездочку, поставили на нее стакан, она будет заряжаться. Поэтому маги, они на коврике либо на полу рисуют звезду и садятся в нее медитировать. Все, что в центре звезды, то усиливается. В советские времена это хорошо знали, поэтому у наших военных были звездочки. Вот здесь вот. Все, что в центре звезды, то усиливается. Дмитрий, здесь настойчиво спрашивает, возьмет Путин, про замаскивание. Да? Дима, можно перед замаскиванием еще уточнить? Путин подождет. Сейчас расскажу, да. Про воду еще маленький вопрос. Получается, при выходе из голодания лучше простую воду мертвую пить, да? Положительно. Мы всегда должны сравнивать два показателя. Допустим, выход из голодания. Он может проходить на ацетозе, идет чистка, слабость. А может на комфорте, на силе, на энергетике. То есть мы должны отходить не то, что мы делаем, а то, что мы ощущаем, то, что мы испытываем. Как в горах. Может процесс чистки идти, а может укрепление. То же самое на выходе из голода. Если у нас ацетоз, закисление, либо идет слабость, это да, мертвая вода. А если мы на позитиве, на силе, на энергетике, тогда живая вода. Спасибо. Про замаскивание. Про замаскивание быстро пробежимся. Есть три медицины. Медицина ситхов, тибетская медицина, даосская медицина, четвертая медицина Спаса. В них вообще информация касаемо замасливания, это считалось как внутренний круг знаний. В аюрведе сохранилась и сокращенная форма, патча карма. Масла напрямую влияют на нашу карму, на наши психотипы. То, что мы называем три доши именно от эмоционального состояния, зависит от нашей балансировки трех дош. Мы называем их триньепа. Каждую дошу сравнивают с тремя животными. Первое животное – петух, это гордыня. Второе животное – свинья, жадность. И третье животное – змея, язвивость. И именно в трех этих психических состояниях, если мы какой-то из них копим, разбалансируется соответствующему доше. И вот масла – это то, что балансирует третью доши. У масел тресанных показатели для чего и что они делают плода. Первый – масла способствует очищению. Мы знаем, если мы масло много выпьем, пойдет ЖКТ хорошенечко чистится. Либо если там один грамм на килограмм ЖКТ, если там два грамма на килограмм акцент на печень, можно сделать начистку. Второе свойство – масел. Они способны доводить микро-макроэлементы до костного уровня. Когда мы употребляем пищу, у неё идёт деление в 12 стадий, что-то проглотили, разжевали. Оно делится пополам, грязное и чистое. Вернее, грубое и мягкое. Грубое выводится, мягким питается nuestro, допустим, мышечный покров. Из этого мягкого делится ещё пополам, грубое и мягкое. Грубое выводится, мягким питаются уже органы. Это тоже самое делится пополам, грубое и мягкое. Грубое опять выводится, мягким питается нервная система. И так деление идет 12 раз. Очень хорошо этот принцип описан в тибетской медицине. Она состоит из четырех тантр, вторая тантра. Деление 12 раз. И вот благодаря у обычного человека нарушенное обмен веществ, деление идет 4 раза. У до уровня жиров, жировое обмен веществ. И вот если человек начинает замасливать, у него опять идет деление 12 раз, и идет насыщение до костного уровня. 12 раз, 12 деление, это питается риппа, дух, то есть энергетика возрастает. У человека только 4 деления. И мы вынуждены получать микро-макроэлементы извне, а не синтезировать их изнутри. И вот масла способны, вторая функция, доводить их более глубоко. И третье свойство масел, это гармонизация трехдош и пяти первоэлементов. Вот и свойство замасливания. Очищение, гармонизация трехдош и доведение микро-макроэлементов до костного уровня. Но в кислотной среде, в кислотной среде тела работает только первое, очищение. Гармонизация трехдош и укоренение гуд только в щелочной среде работать будет. Поэтому и соединяет замасливание и дыхание одновременно. Человек доводит задержкой дыхания до 60 секунд и замасливает параллельно организму. Есть три признака нехватки масел. Первый признак нехватки масел после расчесывания на расческе волосы остаёт. Второй признак нехватки масел сухая кожа, особенно локти, либо колени. И третий признак нехватки масел это белые точки на ногтях. Вот всё, микро-макроэлементов не хватает. Не хватает элементов, потому что не хватает масел. Не успевают усвоение происходить. Какие масла? Теперь третий раздел. Как и каковы масла? Применяются исключительно растительные масла холодного отжима. Масла делятся на два класса. Первый класс королевские масла и второй класс все остальные. Королевским маслом относятся кедровое, черный тмин и конопляное. Все остальные уже относятся ко второму, следующему звену. Вот это вот королевские масла. Замечательно ими замасливаться. Но нет смысла замасливаться, пока у человека и королевскими маслами тратят большие суммы на королевские масла, пока у человека есть хоть один из признаков нехватки масел. Их обычно уже применяют, когда нет признаков нехватки масел. Тогда они уже выполняют свои индивидуальные и королевские особенности. Как? Есть внешнее замасливание, внутреннее. Простое самое и эффективное внешнее. Тибетцы очень хорошо любят практиковать и доиспользовать. Берут мизинчики и окунают в масла и в уши. Отпускают, еще простимулировали и идет сразу очень хорошее замасливание. Тибетцы мизинцы практикуют именно таким образом. В спаси любят практиковать, берут натощак масла, добавляют лимонный сок. Допустим, дольку размешали. Размешали, постояло 2-5 минут. Человек натощак выпивает. Здесь важный фактор – масло не должно соприкасаться с металлом. Все, что соприкасается с металлом, очень быстро окисляется, особенно масло. Второе – мы соединили масло и лимонный сок. Должно постоять 2-5 минут, так как идет химическая реакция. Никакая химическая реакция не должна происходить в желудке. Очень многие люди, допустим, дома сделали свежевожжатый сок и тут же выпили. А при соединении двух элементов, абсолютно любых, идет химическая реакция. Никакая не должна происходить у нас внутри. Все, что соединили, 2-5 минут постояло, а потом выпивается, особенно масло. Это внутренний вариант. А если гастерить? Конечно, гастерить. Какое соотношение выпивать? Выпивать обычно 1-2 чайная ложка и лимонный, только 1 лимонного сока. Здесь начинается самадь, если мы практикуем, например, братья хару, харана, тхьяна и переход в самаде. Как отличить харану по самаде? Харана – это практика. Взять, допустим, восьми ступень, 4 йога, потанцзалей. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, таранэй. Вот эти две стадии. Это мы назовем, грубо говоря, шене или пасана. Шене – это когда мы занимаемся техникой концентрации, наше направление внимания совершает выдох. Вот точно так же, как дыхание. Вдох-выдох, а жизнь – это задержка, граница между вдохом и выдохом. Либо кивала, отсутствующее дыхание. То же самое в медитативных практиках. Внимание делает три процесса. Направление внимания вперед, концентрация, направляющая воля. Я с нее рекомендую человеку начинать. Наше внимание, будто копье, пробивающее щит. Мы сверлим, допустим, пламени свечи, либо точку на стене. Так легче нарабатывается неотвлеченность. Вторая стадия – посушенные шамадхи. Випассана. Випассана, випассана. Это у нас как раз направление внимания в себя. Грубо говоря, я смотрю на руку, но я смотрю не на нее, а от нее, в себя. Это практика. Это таранэй, есть випассана. Это осознанность. Это человек учится осознавать объект без направления внимания на него. И когда у него соединяется прямое внимание и обратное внимание, начинается стан. Вот это зазеркалье. Очень хорошо эти притки, которые будут зашифрованы в Алисе в «Стране чудес». Там каждый персонаж сказки – это ее субличность. Допустим, заяц, ее страх и так далее. Все персонажи – это ее субличность. И это вот зазеркалье, начинается стан. Его мы не практикуем, в него мы пребываем и только осознаем, удерживаемся. И вот начинается самадхи. Мы уже укореняемся в стан, то есть в Турию. Он начинает разворачиваться. Это похоже, внимание, природное внимание. Здесь нет источник внимания. Это что-то в этом? Ну да, человек учится сначала наблюдать за наблюдателем, потом они сливаются, и начинается уже самадхи. Его еще называют, если говорить чисто физически, наше внимание будет совершить, наш взгляд физических зрачков совершит полнолунию. Они будут не так, как рисуют вверх, а наоборот себя в уровне дозор погружаться, близко входить. А если вот поговорить по практике Шанфакшалана, какой, на Ваш взгляд, опыт узнания, правильный выход из него? Что касается Шанфакшаланы, один из вариантов чистки ЖКТ, очень такой хороший вариант. Допустим, если клизма чистит только толстый кишечник, то его чай, Шанфакшалана весь ЖКТ способна прочистить. Ее плюсы. Первый плюс, она чистит весь ЖКТ, второй и минус. Оно вымывает миклофору кишечника, и второй ее минус. Она хороша только тем, кто находится на термально обработанной пище, либо его тело находится в кислотной среде, потому что кислота плюс соль будет формироваться щелочь, а щелочь плюс соль будет формироваться кислота. То есть людям в щелочной среде, либо уже со стажем сыроедения больше 6 месяцев, не рекомендуется Шанфакшалана. И вот выход из Шанфакшалана, если он применяет такой механизм, нам нужно избавляться от солей, которыми мы себя пропитали. Если, допустим, индийская традиция, они едят рис, рис вказ в себя влагу, но это тоже слизистая пища, замкнутый круг, нам этого не надо. Рекомендуется употреблять кремниевые продукты. Либо их твой бальзам очень хорошо. Очень-очень, очень-очень. Это же флот входит потом после Шанфакшалана, правда? Ну, некоторые, да. Витя, есть что на соде, на Шанфакшалане? На соде, да. Да, на соде. Не знаю, такого опыта нету. Я слышал, есть на свежевыштых соках кто-то делает. Не знаю. Миллери вопрос. Вопрос по поводу воды. Полезно ли пить дистиллированную воду или воду обратного смыса? Полезно ли пить дистиллированную воду или воду обратного смыса? Она относится к мертвой воде. Она полезна, пока у нас тело кислотная. Она будет помогать выводить слизь кислоты и газа. Еще в основной структуре тела, если наша задержка дыхания на выдохе минимум в 60 секунд уже есть, не рекомендуется. Она будет вымывать наши микро-макроэлементы. Ты знаешь, что такое сняние? Гуляешь ли ты? Сняние. Снял. Не отношусь к себе. Кому? А какими практиками можно быстро растить внутреннюю энергию? Какими практиками можно быстро растить внутреннюю энергетику? Человек делится по способностям на три класса. Человек с младшими способностями, средними и высшими. Человек с младшими способностями – это те люди, которые применяют для достижения результата внешние инструменты. Места силы, мантры, требы, игры, игры. Мантры, средняя колесница – это люди со средними способностями. Те, кто способны добиться какой-то силы благодаря своей практике изнутри. И высшая способность – это человек, уже не нуждающийся в практике. Он находится в присутствии и кипит в силе. И вот самое простое – это в любом случае внешний, но не самый идеальный. Это когда человек, допустим, совершает вращение. Если высший экватор, то против часовой стрелки. Допустим, суфийские вращения, тибетские вращения. По часовой стрелке идет очищение, против часовой стрелки идет наполнение. Если человек имеет средние способности, тогда это уже дерево жизни. Как ребенок находится в утробе матери. Мы встали, идет энергозаряд. Если человек утонул под водой, его тело точно так же займет такое положение. Самое энергобесперегающее. В даусе в этом положении, называют ее космическая стойка, копят энергию. А нам уже будет относиться к людей со средними способностями, для тех, кто может в статике медитировать, там внутренняя работа дается. Либо ко второму уровню относятся еще пранаямы. Допустим, дыхание медведя, то, что я говорил. Секунда выдох, 7 секунд вдох. И человек так дышит. Можно еще подключать меридианы дышать, это только через правую ноздрю. И человек с высшими способностями – это тот, кто находится в турии. У него сразу идет не тот, кто практикует концентрацию. Практиковать концентрацию еще не значит войти в турии, войти в стан. Практика концентрации, либо созерцание – это путь, а медитация – это плод. Вот кто уже вошел в состояние, он находится в энергозаряде. У него есть несколько стадий. Первая стадия, когда мы находимся в турии, называется черепаха на подкове из колокольного металла. Это когда мы пошевелиться не можем, ощущение нас поля сжало. Вторая стадия называется пчела, прелеченная меду. Это мы не хотим выходить из практики, а охота сильнее вливаться в ясность, в пространство. И мы уже не ждем, пока будильник с зенитным аппаратом завершает практику. А охота не завершать, а глубже погружаться, погружаться, погружаться. Потом есть тигли. Это когда вспышки, всполохи появляются разноцветные, радужные, как соты. И вот любой из этих опытов уже говорит, что вы заряжаетесь. Дмитрий, можно ли путем самого медикативного процесса прийти именно к высокой концентрации? Либо нужно вспомогательные какие-то вещи применять, например, сенситив. Можно, практикуя концентрации, прийти к этой силе ясности, мы будем накапливать силу ясности, и она не будет подвержена нам со временем ни вялости, ни возбуждению. Просто можно делать параллельно, тогда быстрее мы до силы ясности обьемся. То есть балансировать по уши ли мозга. Второй вопрос еще можно. Дыхание воли является ли оно очелачивающим? Или можно, допустим, параллельно еще практиковать именно забережки? Это искривить техника, которая дыхание воли, где мы зажимаем. Да, она будет очелачивающим. И наполняющим. Если, конечно, время позволяет, я думаю, что можно совмещать с какими-то техниками. Да, прямо на ногах. Можно, наверное, разошел такой, тысяч шаг назад. То есть, это триггарианство, там, семь дней назад, там, гиганство, там, еще через год. И при этом дыхательная практика, если ее так можно назвать, это длительные задения. Марафон, это марафон. 40, 50, 60 километров, и 10 секунд. И для меня это такая динамическая медитация, Эта идея дыхательная практика – это больше СОПОР. Мы последние где-то год много еды. То есть она родительная, но ее много. Вот пытаюсь понять, что подключить, чтобы обратно к малой дырке. Здесь первое. Когда вы бегаете, в основном бег – это быстрое дыхание. Это дыхание у волка. Он нас не ощелачивает. Он, наоборот, нашу ресурсность истощает. У волка самая большая регенерация, она самая короткая продолжительность жизни. Если применяете во время бега сокола, он нас тоже не ощелачивает. Он только избавляет от блоков, шлаков и токсинов. То есть вы питаетесь, формируются кислоты, слизь, либо газы, а соколом просто убираете. Вы, по большому счету, с соколом, дыхательными практиками не копите свой фуаз, а избавляетесь от накопленного. Планка не повышается, только поддерживайтесь, поддерживайтесь. А если природными веществами, если опять защелачиваете? И вот здесь, в любом случае, для того, чтобы наш организм ощелачивался, нужно делать либо задержку дыхания, либо растягивание дыхания, замедление дыхания. Вот тогда наши показатели пойдут в гору. Бывают люди, которые в динамике дышат полоза, максимально медленный вдох, максимально медленный выдох замедляя. Но если мы делаем в динамике, это наше сердце сильнее стимулируется, нужно быть аккуратным. Не допускать никаких ощущений негативных. Был инфаркт еще, правда, 20 лет назад. И я как раз, наверное, поэтому очень быстро не могу бегать, но я бегаю долго. Но я сейчас по вашему ответу понимаю, что она все-таки нужна. Но я не вспомнил динамику. Да. А как определиться, организм щелочной или динамик? Ну, проще всего с задержками дыхания. Определять, если наша задержка дыхания на выдохе минимум 60, норма 90 секунд, значит, наше тело уже накопило целый угол в наших альвеолах, и PH поддерживается, высылается пища, будет активное и малоедение. Если говорим про задержки дыхания на вдохе, то это 3 минуты. Должно быть минимум. Лак с самыми палочками, полосками, нет смысла что-то там проверять. Они не только меняются на протяжении дня, но и от настроения, от эмоций. Постоянно. Что будет после достижения тела света? Что будет после достижения тела света? Посмотрим. Чтобы знать, что за горизонтом, надо сначала дойти до горизонта. Посмотрим. Есть только теоретические звания. Сколько вот вводит тут вообще принцип энергии? То есть, вот в Китае, там, 5, да, усилдов, как бы, энергии спаси, основные 3, да, то есть, вода, там, воздух, то есть, да. То есть, всё-таки, вот, это всё линейная энергия же имеется, да? Или это всё одно, или это всё-таки разные энергии? То есть, по ощущениям, как бы, разные, да, получается? Ну, это уже раздел стихий. Всё это форма ци, форма праны. То есть, свет движения порождает звук. Что это значит? Свет движения. Свет – это внимание. В фокусировке порождает звук вибрацию. Звук порождает форма. То есть, на энергетическом уровне одна, а формы разные. Стихии разные на данном моменте. Но если человек занимается присутствием, он все стихии, то есть, все виды энергии, все формы, их начинает трансформировать. Если наш путь через стихии, это начинается пускрава, это младшая колесница спаси. Начинающий с них начинает. Что тут вопрос? Что Вы можете посоветовать, какие рекомендации дать по питанию будущих родителей, только родивших, кормящих мамочек? Если мамочка сыроед веган, стоит ли менять питание, например, употреблять молочку и прочее? Как влияет уровень питания отца? Допустим, у нас родился ребенок. Форму тела ребенку дают родители. Обмен веществ отца, обмен веществ матери и общий знаменатель сформируется обмен веществ ребенка. Первое. Второе. Если, допустим, мама была на сыроедении. Если до зачатия у мамы был опыт 6 месяцев сыроедения, значит, у нее обмен веществ поменялся на сыроедение. У нас, допустим, каждый месяц заменяются клетки кожи. Каждые 6 месяцев плюс-минус заменяются клетки мышечного покрова. Каждые 10-12 месяцев заменяются клетки органов. И каждые 70 лет заменяются клетки костей. И вот, допустим, мы сегодня перешли, нас будет на сыроедении. А этот 6 месяцев будет переход, тело будет стремиться тянуть на то, чем мы питались до этого. И чем больше срывов делаем, тем этот вектор от перестойки увеличивается. И вот, если этот 6 месяцев прошел, и мы зачали, вот тогда мы можем говорить, что да, мы были на сыроедении. Мы сыроеды. Как питаться после родов? То, как вы питались до этого, не надо делать никакие эксперименты во время перехода на высшее питание, либо низшее. Я про этот раздел ничего не знаю. Когда начинать свой день, плохо слышно? До восхода, да. Да, конечно. Обычно сначала есть так называемые полифазные сны, которые практиковал и Тесла, и Да Винчи, и Наполеона, много-много разных практикующих и йогинов. Есть несколько уровней полифазного сна. Сначала человек учит вставать вместе с солнцем, либо раньше, а ложиться так, как его будет выкидывать в сон, привыкать. Сначала рекомендуется ложиться в сон, допустим, до 10, так как психические сны, часы, ближе к полуночи уменьшаются. Допустим, если ложимся в 10 часов спать, то психический сон работает 7-часовой. Если в 11 – 6-часовой, а 3-часовой. Если в 12 ложимся, то психического сна, психических часов уже нет. После полуночи, по большому счету, отдыхать будет только физическое тело. И вот первое время человек встает с солнцем, либо раньше, а ложиться до 10, либо в 10. Но по мере привыкания, адаптации, по мере вхождения в состояние внимания и ясности, когда она перестала быть под пленом вялости во возбуждение, человеку становится без разницы во сколько он ложится. Главное – вставать рано. что ему не хватает какие-то беспокойства на уровне эмоций нехватки внимания либо памперс не памперс не знаю я здесь не посоветую я родитель с малым стажем возможно ли практикой затаивания дыхания полностью уйти под дыхание из-за чего можно отказаться от сна то есть это как бы две вещи которые даже следовать после автономии питания данной медитации влияют два фактора медитативная практика и дыхательная практика медитативная практика является мягкой форме входа в медитацию дыхательная практика от мостая ley в любой грубой формой входа в медитацию через мягкую форму мы остановили внутренний shall пошли в ясность и удержавшись ясности входе в страны в медитацию а через грубую замедляя дыхания Замедляя дыхание, сначала грубая форма Задержка дыхания, потом мягкое, отсутствующее дыхание Дыхание становилось Точно так же мы вошли в медитацию И это состояние силы, в котором мы туре В нем мы одновременно и спины бодрствуем Мы в нем не нуждаемся во сне То есть в медитативном этом состоянии Дальше сколько мы способны удержаться в этом состоянии Безусловно можно Через остановку дыхания Но если у человека кислотная среда тела И он будет делать основки дыхания Это будет отрицательно влиять на сердце Сердечно-сосудистую систему Там идут практики дыхательные Сначала лунные, очищающие Потом солнечные, наполняющие тело И укрепляющие нервную систему И сердечно-сосудистую систему А потом трансцендентные, техники кивала Островки дыхания У нас один из экзаменов Сначала элемент земли И у человека не влияют гвозди Либо допустим на голове кирпичи кувалда разбивают Тут большинство из вас уже это видели Здесь человек станет крепким, ускоряется метаболизм Потом элемент воды Человек способен во льду находиться Норматив 15 минут И он на него не влияет Стрессом волей человек не пройдет Потом элемент огня Этот человек закапывает под землю 24 часа в сутки На расстоянии минимум 1 метр Потом элемент пространства Этот человек в котле находится В кипятке И вот палец пламени сничью У нас проходят эти экзамены, конечно Вот мой следующий экзамен будет как раз закапывание Закапывание и котел Закапывание и котел В гробу, да? Нет, полное закапывание Нету доступа кислорода вообще Дмитрий, когда ждать трансляцию закапывания? Долго не пройдет Ну даже если дыхание А если с крышкой там, по ямам Без крышки Без крышки Без крышки Да, вообще Он делает дыхание Без крышки, без крышки По гугле, гугл помощь А как дышать будет? Парлонг Парлонг Это дыхание поле, эфирное дыхание То есть без трубки? Нет, нет, нет Это не дыхание Да? Человеку как раз мы и говорим о парлонге Кивала Кумбхака Человек сначала использует физическое дыхание, внешнее А потом фарлонг Внутреннее эфирное дыхание А, Дмитрий, ну само как бы запускается Яйские гиганты Чехники Дыхание черепахи Конечно Практика Ну, помимо вот того, что закапывание Еще какие премьеры там готовятся? Ну как Движение, в общем направление вектора твоего? Сейчас я нахожусь на сторогене По поводу планов Я могу сейчас, наверное, сказать только Свое намерение Умирение Как я начинаю день И вот когда вот сейчас открою глаза С открытием глаз У меня такая аффирмация Начинается новое приключение И вот весь день это новое приключение Не важно, что будет со мной Вышел из дома Дойти до магазина Купить воды Это новое приключение Когда в любую моменту со мной может что-то произойти Какой-то сюрприз Какой-то там сказка И вот каждый день Это у меня новое приключение А дальше синхронистичность событий Умирение То есть Как будет температура Когда будет температура ниже 15 градусов Цельсия Чтобы Если почки, например, не остужать, да? И воздействовать температурой на обработки Цельсия Но есть внутренние практики Поддержание огня Такие, как тумул Такие, как дыхание черепахи Внутренняя температура нами регулируется Благодаря дыханием Запросто Пока человек не овладел дыханием Мы вынуждены питанием себя балансировать Скажите, вот как-то раз перед семинаром Когда приехала Вы приснились мне как Вот по поводу заезда Сказали, что все будет хорошо во сне Вы заедете в очень шикарный номер Мы взяли самый дешевый номер Ну, такой, средний вариант И приехали туда Там вот все перевернуто просто И нас заселили в люксовый номер Вообще за эти деньги А как вы смотрите, что следующий сон Мне приснилось, опять же, перед другим вашим тренингом Что мы практикуем в горах И энергетически Какие-то шары делаем И очень виден на грунт В общем, это возможно сгонится У нас как раз следующее путешествие в горы Мы в Тибете будем практиковать Это когда? В сентябре А закапываться где вы будете? А закапываться где будете? А закапываться? На это еще надо подготовиться Это не так просто А как вы объясните вот эту силу? Почему так вот мне приснилось? И это произошло? То есть в этом вы участвовали? Как энергетически вот? Вселенная разговаривает с каждым На его языке понимания Когда, допустим, мы смотрим на облако И там кто-то увидел собаку Кто-то пошел, кто-то еще что-то Там нет ни второго, ни третьего, ни четвертого Но каждый своими отождествлениями это увидел А когда мы засыпаем Мы погружаемся в подсознание Есть у нас грубые нам тоги и мягкие нам тоги Мягкие нам тоги это внутренняя отделка Грубые нам тоги это наши психические отождествления, убеждения Мы хотим чего-то добиться И устраивается цепь ассоциаций В нашем подсознании очень быстро Через которую мы получаем какую-то информацию И вот у нас у каждого своими отоги С кем какая ассоциация Выстраивается, выстраивается И какая-то подсказка То есть с каждым Вселенная разговаривает на его языке отождествлений И давая какую-то свою информацию Вы можете сказать Скажите, у нас существует такое мнение, что Управное изменение Оно веков, не знаю, еще как бы Кирилл, оно неестественно для человека И естественно Оно веков хотя бы иногда Потому что он придерживает Связь с эндиотиками Он говорит о том, что Мы сейчас решаем В нашем сайте Что он выдает Живень 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 Все пройдет Так что я говорю На самом деле Для человека Естественно Не естественно Для человека естественно То обмен веществ, которые он сформировал И неестественно то, обмен веществ, которому он не соответствует. Если он, допустим, сформировал обмен веществ в вегетарианство, для него это стало естественным, а другое еще неестественно. Сформировал обмен веществ сыроедения, для него это стало естественным, а другое уже неестественное. Потом надо формировать обмен веществ питания ЦИ, питания изначальницы. И вот неестественно, когда мы не соответствуем своим внутренним космосом, своим обменом веществ по какому-то виду питания. И тогда мы должны делать катализаторы по пяти первоэлементам заземляться, либо не заземляться. А что дадёт вам? Вкусы. Вкусы, жизненности, эмоции, чувства. То есть, этого не хватало? Да, конечно. Это аскеза. Есть один йогин, Моди, живёт в горах на протяжении года, не употребляет пищу, один раз в год спускается с гор, чтобы поесть мороженого и обратно подняться. Здесь по-разному. Человек высвобождается от вкусовых рецепторов только тогда, когда добился условной любви. То есть, у нас есть вкусовые рецепторы. Вкусовые рецепторы, как семь стоп радуги. Семь стоп радуги в совокупности дают белый цвет, а белый цвет распадается на семь стоп радуги. Точно так же и эмоции. Если мы не имеем состояние любви внутри абсолютное, то вынуждены питать душу вкусовыми рецепторами. А если человек запустил это состояние души и белый свет, тогда она питает все вкусовые рецепторы одновременно. Любовь – это то, что питает все вкусовые рецепторы. И она должна стать автономной 24 часа в сутки. Потеряли, опять идём на поводу вкусовых рецепторов. Это высокий уровень. А это, безусловно, целая практика, да? Целое, вернее, состояние. Практика – это грубая форма. Можете сказать, у вас есть на практике люди, которые удалили щитовидную железу, как они дальше практикуют? Может, практика, скорейденье? У нас не было. У нас не было. Но в любом случае, наш организм, он стремится к автономии. То есть, как одноклеточный организм, он способен выполнять все функции для своей жизнедеятельности. И в процессе эволюции соединяются с такими же одноклеточными, и формируется многоклеточный организм, где они начинают распределять между собой обязанности. И та клетка, которая обладает наибольшим потенциалом осознанности, то есть энергетики, становится клеткой лидера. И так вместе ведётся собой этот потенциал. И когда если что-то прооперировали, каких-то участков тела нету, организм начинает распределять между собой обязанности. Допустим, аппендикс оперировали, эндокринные органы берут на себе обязанности, допустим, по воспроизводству благостной лихофори кишечника. Точно так же, если другие гормономии органы оперировали, они стремятся распределять между собой обязанности. Но это стремление распределять обязанности включится только тогда, когда наш организм щелочной. Если наши организмы кислотные, тогда, допустим, чего-то не хватает, один орган болеет, грубо говоря, А другие органы об этом ничего не знают, и он в одного выживает. Если мы щелочные, связь нарушена. За это отвечает диафрагма жизни. Один орган заболел, в щелочной среде диафрагма жизни восстановлена. Один орган заболел, другие начинают ему помогать. В кислотной мы как локальность. Локальность на локальность. И я хотела спросить, у вас был недавно пост, про сила развития пари. Он очень сильно доход зашел. И мне хотелось бы еще поглубже, чем другие, расширилась. Хорошая на самом деле тема. Мало кто знает, в Тибете, об этом не любят распространять, закрытая информация. В Тибете есть три ветки лам. Звездные ламы, солнечные ламы и лунные ламы. Далай-лама это солнечная ветка лам. Сегодня 14-й Далай-лама. Но после 6-го Далай-лама династия была прервана. 6-й Далай-лама, он показал монаха в новый духовный путь в семье. Он ушел в монастыре, он с любимой своей женщиной ушли из монастыря жить, практиковать. 7-й Далай-лама, он уже был избран советом по сегодняшний день. И тем самым он показал, что духовное самосовершенствование в семье самое эффективное и самое быстрое. Когда мы не только, допустим, встречаются человек-мужчина и женщина. Мы троичные, допустим, тело, душа и дух у мужчины, тело, душа и дух у женщины. И есть три резонанса. Резонанс по телу – страсть. Резонанс по душе – любовь. Мы, когда близко, мы можем вообще молчать, нам не говорить, нам приятно. Мы в разлуке начинаем скучать. То есть резонанс по душе. И резонанс по духу – общие ценности, мировосприятие, взгляды на жизнь. И вот перерезонанс произошел – это истинная любовь сразу по всем параметрам. Резонанс по телу, по душе и по духу. Если нету какого-то резонанса, то есть техники, как это усилить. Как раньше, допустим, в царские времена империя. Допустим, царь, царевна, они друг друга не видели, там, может, по сфере политических соображений, там, их распоженили. Они еще настолько счастливы живут, и там еще другие позавидовали бы. И вот раньше эти все техники, знания передавались, обучались. То есть, если где-то нету резонанса по телу, как его нарастить? Нету по душе, как его возрастить? По духу, общие ценности тоже можно сделать, нарастить, срезонировать. И вот с семьей быстро начинаем друг друга усиливать. Точно так же, как усиливать, точно так же отработка эго. Если, допустим, люди не могут еще жить друг для друга, а живут один, чтобы второй жил ради него и тянет на себя. И тогда они оттачиваются своими эмоциями, ругаются. Пока мудрость не возникнет, они не поймут, что должны друг для друга жить. И начинаются у одного плюса, у другого минуса, как шестеренки друг друга дополнять. Либо так, либо так. В семье женщина в доминанте, у нее 9 инь, 3 янь, а мужчина в доминанте 9 янь, 3 янь. А мы должны стать целостными, не мужчина и женщина. Мы должны стать 9 инь, 9 янь, и мужчина и женщина. И в семье эти показатели сразу сравниваются. Но сразу сравниваются, если у нас есть любовь. А любовь сразу при резонансе. Как два электрических проводника, два провода, пустить по нему ток, начинать, допустим, в разной полярности. У одного ток бежит, допустим, так, у другого так. Движение. Если два проводника электрических подносить так, то их поля начнут отталкиваться друг от друга. А если у них проводники идут в одну сторону, и у одного с ней запустили ток, и у другого с ней запустили ток, два таких проводника подносить, их поля объединятся, примагнитятся, грубо говоря. Так и люди. Если у них между ними есть 3 резонанса, любовь, их поля объединяются, они друг друга усиливают. А если между ними нет резонанса, Они вместе, а поля отталкиваются. Их небо страдает. В семье самое быстрое развитие. Поэтому предки раньше и говорили, смерть создается для взаимопомощи духовного роста. Благодарю вас. Сварга и кремель. Две практики. Ведут к одному и тому же слову. Или же все-таки есть смысл, например, в какой-то момент перескочить, скажем, на сваргу, дабы получить более трансцендентный опыт? Сварга это и для мужчин, и для женщин гармония. Кремель это больше для мужчины. Мужские практики. Но как множество троп идут на одну и ту же вершину горы. На третьем уровне кремель там есть специальные медитации входа в Стамп, входа в Турию. Там есть состояние Раф, Берсерки, есть состояние Турии, Турия-Прави, Турия-Лепа, Турия-Нави, Турия-Прави. И они в Турия-Прави ведут к одному и тому же, что сама Тарсваги. Только называемая ее в Сваги Варни-Дазон. Скажите, Мирин, если вы подытожили, для людей, которые вначале в этом пути, какие основные моменты можно выделить? Для того же, допустим, вышелачивание организма, медитация, дыхание людей, которые... Если вот делать такой итог, то удерживать качественно четыре грани своего развития. Вода, питание, дыхание и сознание. Это вот пирамиды. Есть еще у пирамиды пятая грань, вершина пирамиды. И пятая грань – это любовь, это сердечное родение. Это то, что влияет сразу и на воду, и на питание, и на дыхание, и на разум. И вот человек должен это все взращивать. Когда человек находится в благости, вода внутри него структурируется. Допустим, мы пьем воду, либо пьем какое-то лекарство. Оно настолько горькое, что мы морсимся, ой, противное лекарство. И наши клетки, то, что у нас на психике, клетки себе под это подстраиваются, закрываются. А если мы в благости, допустим, что-то вкушаем, человек пришел в Макдональдс, какую-то там яд употребляет, и настолько благоухает, вкушает, и он все яды эти в себе втягивает. Вот то, что мы пьем, либо едим в настроении, то активно устраивается. То есть мы должны быть в родении в сердечном, постоянно вкушать. То же самое на дыхание. Когда мы в благости дышим, дыхание замедляется, ускоряется. Когда мы в стрессе находимся, как с дайвингистами тренировались, когда мы в стрессе, волнении, переживании, экзамен по задержкам дыхания идет, и человек приходит, как на экзамен, мандраж, волнуется. У него дома показатели 6 минут, пришел сюда, тут 30,5 минуты, боится. И вот то же самое, пока мы в благости, задержки дыхания увеличиваются. И самое главное в медитативных практиках, это называется техника живого внимания, когда мы внимание и сердце соединяем, наслаждаемся от созерцания объекта. И наше внимание тогда, как магнит к объекту в раз, примагнитилось, и мы не отвлекаемся. То есть сердцем наделить воду, питание, дыхание и разум. Делать все через сердце, это самое главное. По прошествии нескольких месяцев занятий, по практикам, например, порядка 8-9 месяцев, стоит ли претендовать на сдачу экзамена, или есть смысл позаниматься еще и год? По большому счету для реализации железной рубашки и уже для полноценного качественного сдачи экзаменов достаточно 100 дней ежедневных практик. Если он практикует 2 раза в день, то обычно за 49 дней справляется. И тогда уже может и экзамена. Первый у нас экзамен, человек сидит по золотосу, а на голове 3 кирпича кулады разбивает, потом гвозди у нас с плитами и копье в еремную я, в падинку и в бампер машины. И вот за 100 дней, если мы практикуем, можно уже сдавать нормативы выражаться. Это будет, что мы в стойке на голове стоим на пальчиках, не на руках, а на пальчиках, либо вообще без рук. То есть мы укрепили свой позвоночный корсет, межпозвоночные диски, сосуды капилляра головного мозга. Мы энергетику, мы утром проснулись бодрые, активные, заряженные. Вечером приходим, мы такие же бодрые, заряженные, активные, как утром только что проснулись. Даже если на протяжении дня там вагоны разгружали. Все это тоже говорит о хорошем энергетическом потенциале. Сколько желательно от нее достает? Минимум надо обязательно 10 минут, но полчаса, да. Если жена плотная, дальше не займутся. Мы должны для себя найти вот эту сколью мудрости, чтобы наше развитие не на ее стресс. Так как мы вместе, мы им уже стали одно звено. Мы должны двигаться вместе. Либо сказать там, я там с друзьями на рыбалку, например, хотя я их за минус дал. Соборей, а не шепкировать. Я пошутил. Переложить дату, чтобы дата не совпала, да, с остальцами. Нет, это нет. Хорошо, вот при благоприятном стучении обстоятельств, да, за 40 дней можно перейти на проноедение. А через какой срок начинают зубы расти? Зависит. Все это, все совокупность нашей силы разума, объема энергетики и ПАЖ тела. Если энергетики много, тело кислотное, не так эффективно энергетика влияет на тело. Если тела щелочной энергетики мало, то этого двигателя, который тело перестраивает, тоже нет. Все три составляющих должно быть. ПАЖ, щелочная энергетика, должны чувствовать дантянь и присутствие. Наше внимание не должно подвергаться ни вялости, ни возбуждению. И тогда быстро. То есть три аскезы держим, и мы сможем исполнять желание. Можно так назвать. Благодарю. Переменение отопления в тегле способствовало обнаружению пауга, или это было до? Исторически из-за этого вопрос, да? Но в тегле по-молдовому увеличивали показатели силы. Это в тегле есть внешняя алхимия в каждой традиции. В теглецкой традиции тегле это называют расомани, а не чуглены. Сплавливают серу, ртуть. У ситхов это расомани и новопассаны. Соединяют золото, ртуть и серебро. В полнолунии делается определенный элемент, если человек готовому его дать, на зуб, зуб сломается, а если его глотает, этот расомани, либо новопассаны он падает, и как будто энергетический взрыв в Донтяне происходит. Ну, безусловно, усиливают, конечно, показатели силы. Я тогда был на середине, совершал переход на праноедение, ситхи надо мной экспериментировали и сделали. Норма была один новопассанщик, продвинутым йогом сделали три, а мне четыре сделали. Новопассана потом из пикселей собираться. Одно дело хорошо, когда ты по мере медитативного опыта сначала выходишь из тела, входишь в тело, если ты заигрался в это, а если ты сохранил присутствие нецепляния, ты выходишь не из тела, а ты выходишь из личности в геометрию по пикселям, а потом из них собираешься опять в пиксель. И вот одно дело выйти, а потом собраться, это уже гораздо важнее. Ты там ощущаешь ситхи, да? Ты там уже не ситхи ощущаешь, там-то уже пространство тяжело ощущать. Когда ум еще оживает, живой и держится, что он должен быть вверх и вниз, влево и вправо, и пытается контролировать процессы, те, которые происходят с тобой, тебя расширяет, а ум пытается это объяснить, свернуть в точку, но в данном моменте он не выдерживает. Да, уходишь. Можно сказать какую-нибудь рекомендацию по поводу хеликобак, которые сейчас выросли и склоняют к ингредиентам, где их перепотребляют. А что у нас есть? Хеликобак это по некоторым повреждениям, есть улыбки, нет физичных, ничего не ушелится, но говорят, что это связано с бактерией, потому что то ли это параллельно из того, что там более кислая следа, хотя кто-то перед это время остался, если он должен был у нас на религии с августа, мы считали откаты, и, не знаю, просто для эксперимента, для эксперимента, шланг-кодекладал, чтобы проверить все это, обнадужно такое что-то. Основная распространенная ошибка на сырой день, это люди не поднимают ПАЖ, не занимаются дыхательными практиками. Мы усваиваем, нас питает только то, что мы усваиваем. Усваиваем мы активно будем только в щелочной среде. И, возможно, мы находимся на сырой день, а в организме присутствует кислотная среда. Так как питание, оно нас не ощелачивает, питание нас способно либо окислять, либо не закислять. А ощелачивает нас либо кремниевый продукт, если он находится, либо дыхание. Ну, в любом случае, ощелачивать организм надо. А как на такой процесс может влиять голодание? Какую дустрою? Положительно. Одно трёхдневное голодание даже при низком паже будет влиять положительно. Там есть три. Просто экспериментом голодания этот процесс может сам оттуда не сказать? Ну, дело такие разгрузочные дни, раз в неделю, как Парфир Иванов рекомендовал. И обязательно заниматься дыхательными практиками. Мало кто знает, что Парфир Иванов он не только закалялся, он ещё делал специальные практики. В 2013 году мне один из его учеников пригласил, говорит, мне надо передать вам папочку. И передал последнюю папку, которая там была даже детка, написанная, ещё не обработанная спецслужбами. Он не только закалялся, у него были много практик. На одном из тренингов последних, которые он проводил, он выставил перед собой своих учеников. Они на снегу стояли в трусах, я вам спрашиваю, что вы делаете? Они так гордо говорят, мы закаляемся. На что он говорит, вы так и ничего не поняли. Вы только и взяли внешнюю методику. Дыхательные практики вообще мало кто усвоил, мало кто взял. Дыхание силы, дыхание медведя, которое мы называем спасией, они называли тогда дыхание реже, набор силы. Человек, если часто-часто закаляется, мы свою ресурсность, как катализатор, человек испытал шок. На почечнике вырабатывает адреналин, они попадают в мозг, мозг вырабатывает надреналин, попадает в кровь и человек, а через кровь попадает в мозг, мозг вырабатывает надреналин. У человека мощная нервная система, сила, чтобы спастись, колоссальная сила вырабатывается. Но потом откат, восстительный сон, аппетит, нужно восстановить свою ресурсность. Точно так же и люди, которые закаляются постоянно, как катализатор провоцирует свою ресурсность, чтобы там зарегенерировал организм, и нужно потом ресурсность свою восполнять. И вот они это делали дыхательными практиками. Отсюда вот сегодня у многих закаляется здоровье большое, но длительность жизни маленькая. То есть мы должны не только как сегодня спорт, спорт превратился сегодня в спорт тел, изнашивание физическое тело. Мы настолько изнашиваем свое физическое тело, что внутреннюю ресурсность теряем, теряем и теряем. А раньше была физкультура, культура тела, когда человек занимался и внешне, и подпитывался внутренне. Многие также произошли только внешне, изменить питание. А что мы делаем внутреннего? А внутреннего дыхания, замасливания, никто практически не делает. По большому счету, проходит 6 месяцев стресс, откат, замена клеток нервной системы, раскочегариваются вкусовые рецепторы. Самый глубокий откат – это 7 лет, когда идет замена клеток костного уровня. Отсюда откат изюма произошел, когда замена клеток трансформации самая глубокая начала происходить. То есть привыкли все делать извне, а изнутри, кто бы за нас, грубо говоря, зарядку бы сделал. Нужен рост всегда изнутри, а не из внешнего. Что за шуточный подход? Да, всегда нужен комплексный подход. Внешний космос и внутренний космос должны объединиться. И только чтобы как раз сейчас завершать вот эту тему внешнего и внутреннего, кто-нибудь видел наши легкие под рентгеном? На что они похожи? На дерево. Совершенно верно. Легкие похожи на дерево. У нас есть деревья и легкие, перевернутые деревья. Деревья берут СО2, вырабатывают кислород. СО2 вырабатывает кислород. А легкие берут кислород, вырабатывают СО2. Зеркальность. У нас взаимосвязь. Нарушая внутренний космос, здоровье, мы влияем отрицательно на внешний космос, природу. И загрязняя внешнюю природу, мы влияем на внутреннее здоровье. У нас полная взаимосвязь внешнего и внутреннего космоса. Если развивать только внешнее, внутреннее будет отходить назад. Всегда нужно внутреннее развивать. С сыроедением как минимум нужно заниматься дыхательными практиками. Для того, чтобы сегодня, ну, в Сочи с продуктами более-менее хорошо, замечательно. У меня знакомый, он медик, с Дмитрием Шминком хорошо знаком, если кто-то знает, хороший товарищ, тоже доктор. И решил выздороветься, уехали в Таиланд, он там сыроедел. Есть показатель здоровья, у него какой-то прибор от 1 до 8. 6 – это хорошее здоровье, не помню в каких там пропорциях это выражается. И он там досыроедился, занимался специальными делами, практиками, дыханием. И его показатель дошел до 8. Приехал обратно в Москву, питание не поменял, остался на сыроедении, а его показатель на сыроедении упал до 1. То есть, насколько сегодня в городах синтетические продукты. И вот для того, чтобы наш организм умел выводить яды, мы обязаны заниматься дыхательными практиками. То есть, наше пространство со всех сторон тренирует, закаляет, чтобы мы были внутренним монолитом, стержнем. Как белый лотос растет в грязном болоте, сохраняет свою чистоту. Внешние раздражители, медитация устойчивые. Продукты там с синтетикой, с ядами, дыхание вывели. И вот дыхание, медитация, то есть, мы покорили небо, дыхание, небо, медитация и землю, дыхание. Общий резонанс между небом и землей. Это два наших основных показателя, чтобы быть устойчивым к изменениям во внешней среде. Питание, жара, холод, еда, голод, горы, прорубь, баня. Все это от нашего неба и земли. Дыхание и медитация. Адаптация к этим средам. Одна из самых главных практик, мы ее начинали практиковать с самого первого еще тренинга, которая еще система называлась Неславия, космическое озарение под эгидой моего эха, всевозможных эзотерических кругов. Но тем не менее, бывают люди, я с ней знакомятся, а через только три года, помню, первый был тренинг в 2011 году, а еще в 2013 году. Я только понял, насколько сердечное родение очень важно. Когда мы находимся в сердечном родении, человек начинает и ощелачиваться, в страхе мы закисляемся, в сердечном родении ощелачиваемся, и в сердечном родении вырабатывается энергия, идет процесс энерговыработки и энергозащиты. И вот вход в сердечное родение есть внешний и внутренний. Первый внешний тогда расскажу, это важная тоже тема. Сердечное родение внешнее и внутреннее. Внешняя методика называется засеять зерно в почву. Человек создает себе такую аффирмацию, «Я есть любовь», «Я есть любовь», «Я есть любовь». И на протяжении недели по 5-10 минут про себя проговаривает. «Я есть любовь», «Я есть любовь», «Я есть любовь». Такая аффирмация. Через неделю проговаривает то же самое без движения языка. Язык в статике. «Я есть любовь», «Я есть любовь». На ментальном уровне у него запускается ментал, сила убеждения. И через неделю у нас возникает некое состояние благости, некое состояние эйфории. И задача уже вниманием сфокусироваться на этом состоянии и как медитаться на точке, только уже держать это состояние. То есть первая неделя с движением языка есть любовь, вторая неделя без движения языка и третье состояние. Первый уровень – это язык речи. Он предназначен для того, чтобы выработать твердыню убеждения. Тогда, когда обычный человек начинает, у него куча сомнений. Получится, не получится. Так, не так. «Есть я любовь» либо «Нет, я любовь» там. Полны страхов, которые внутри нас сидят. И вот когда мы с движением языка, у нас растворяются сомнения. Когда мы начинаем без движения языка, это становится ментальной аффирмацией. Мы уже как раз своего рода медитацией. Эта аффирмация опускается в состояние сердца. И так она запускается. Речь, ум без движения языка и состояние. По неделе на каждую обычно отводится, по 5-10 минут. Можно прорабатывать любое состояние. Допустим, я есть воля. В системе Кремии мы такую технику, допустим, используем. Абсолютно все, что хочет человек себе проработать. Что значит без движения языка? Они не говорили по-другому с ним? Да, без движения языка, язык на месте. Да, допустим, приезжают к небу за зубами, а мы продолжаем говорить «Я есть любовь», «Я есть любовь», либо «Я есть воля». Нет никакого про себя. Все, что мы говорим вовне, это влияние на пространство. Допустим, мантра. А если мы мантру говорим про себя, это влияние на наш внутренний космос, на нашу перестройку. Слух на внешний космос, про себя на внутренний космос. И здесь мы, никто не слышит, мы именно с собой работаем, с собой трансформируем. Как говорится, для того, чтобы стать счастливым, надо сначала почувствовать себя счастливым. Для того, чтобы стать успешным, надо сначала почувствовать себя успешным. А то так бывает, человек стремится к какому-то результату. Даже социальному, либо там духовному. Стремимся от ума, стремимся, а внутри столько сомнений. И получается ум в одну сторону, а подсознание в другую. И тут что-то перевесить, и не толкай. Если подсознание сомнений больше, то, соответственно, у нас уже плод в руках. Сейчас этого добьемся, но тут раз кто-то подвел, и не получилось. То есть сомнений было больше, синхронистичное событие не выстроилось. Итак, человек первый два язык речи и язык ума являются аффирмациями. Третье состояние уже является медитативной практикой. С языком, без языка и состояния. Это внешняя, внутренняя техника. Это когда человек просто садится, расслабляется, самое главное. В медитативных практиках расслаблять лоб. Самое главное, в дыхательных практиках умение расслаблять низ живота. Идеально уметь расслаблять и лоб, и низ живота одновременно. Ну, допустим, сидели желательно с прямой спиной. Если осанку потеряли, внимание начнет засыпать, становиться вялым. А осанку держим макушка в небо, дух прямой, дух собранный. Закрываем, расслабляемся, вспоминаем любимого человека. И удерживая чувство к нему, улыбкой усиливаем. Это прямая медитация, через пометование. Пометование вспомнило человека, ассоциация с человеком возродила чувство, а созерцание удерживает чувство. Любая медитация проходит три стадии. Первая стадия медитативных практик – фокусировка. Вторая стадия – удержание объекта. И третья стадия – погружение. Если человек способен удержать объект неотвеченно больше 10 минут, начинается стадия третья – погружение. То есть спокусировались, удержали 10 минут, и потом погружение. Мы начинаем сливаться с этим состоянием. Тот, кто способен во внимании удержать состояние минимум 2 минуты, оно становится естественным. Тот, кто способен удержать состояние 5 минут, но на секунду не отвлекаясь, оно начинает разворачиваться, усиливаться. И это вот второй вариант. Что значит неотвлеченность? Это вообще ничего проскакивать другого не должно? Да, да, да. Наша неотвлеченность пока не слабенько. Пока ясности внимания нет, то есть внимание подвержено возбуждению либо пространции, нам тяжело об этом говорить, нам тяжело добиваться неотвлеченности. Сбалансировали мозг, энергетики достаточно, чувствуем дотянь, все, внимание неотвлеченное. И первые медитативные практики, они подобны скоплению неотвлеченности секунды за секундой. Потом секунды скапливаются в минуты, минуты скапливаются в часы. В первые опыты практик мы собранно отвлеклись, собранно отвлеклись, собранно отвлеклись, и постоянно провалы. Потом провалы меньше, потом еще меньше, и потом вообще их нету. Первые шаги самые сложные. После четырех месяцев практики, примерно сыроедения, по сварге у меня начались обостряться чувства, и психологически я не смогла это выдержать. У меня негативные, да, и они просто меня вот, ну, в общем, снизили мои вибрации, и у меня подозрев такой произошел, вверх мозга. Что, как это, вообще с чем связано, и как из этого берешь себя? Это частое. Когда мы копим силу ментальную, либо энергетическую, наши экстрасенсорные каналы восприятия усиливаются, и мы начинаем чувствовать очень много-много-много и вкусы, и запахи, и все, что услышим, и все, что увидим, начинаем все глубоко ощущать, и причем все, что ощущаем, это на нас начинает влиять. То есть ощущаем это ясность, а влияет это цепляние, то есть наша ясность еще и сцепляние. И вот мы должны добиться, чтобы у нас была сильная ясность вне цепляния, то есть ясность и пустотность одновременно. То есть ясность хорошо мы добились, энергетики достаточно, и нужно еще укоренять свою медитативные практики. Либо балансировать по ушаре мозга, тогда у нас не будет цепляния. Будем ощущать, будем наблюдать, даже, возможно, через себя это трансформировать, и на нас это еще не будет влиять. То есть первого добились ясности, надо сразу второе, пустотности добиться, при цеплянии. Это через медитацию, как минимум через сердечное родение. Рассказывали про сваргу, а вот для тех, кто не в курсе, не знают, что это, для чего, и вообще в целом, и зачем. А что такое сварга? В сварга родилась система под изучением пяти традиций. Даунского цигум у мастера Шинжи, далее у Цэн, это японское направление, йога-18-химийский ситхов, казачий спас и дзачен традиций бог. И вот пять традиций, в них изучалось влияние практик на тело, на энергетику, на разум. А потом, как они между собой еще объединяются. И вот по действиям пяти традиций родилась система, которой мы занимаемся. На сегодняшний день мы занимаемся в 12 странах. Много городов, можно зайти у нас на сайт swaga.online, там все расписание годовода. В Сочи нет, да? Бывает. Бывает. То есть мы знаем. Поехали. В основном, это Питер, либо Москва. Первый признак, что мы развиваемся, это активно выделение сливочных ферментов. Неважно, это энергетические, дыхательные, либо медитативные практики. Это говорит о том, что ваши эндокринные органы запустились. Секреция сливочных ферментов, это секреция шишковидной железы. Все, она начала активно работать. И вот сливочных ферментов есть три стадии. Первое, они активно выделяются. Наша самая дорогая секреция, ни в коем случае не сплевывают. Но если только есть налет на языке, тогда это еще чистятся органы. Итак, первая секреция, сливочные ферменты активно выделяются. Вторая стадия, они приобретают сладковатый вкус. Сладкие становятся, их называют амброзия. И третий уровень, амрита, это очень сладкий, как нектармеда, который еще и утоляет жажду. И вот как ситхи говорят, одна капля такой амриты, человек не болеет 12 лет, 8 лет идет процесс нестарения и 4 года процесс омоложения. И вот между активным выделением, нейтральным вкусом и первой сладкостью, есть около 20 вкусовых оттенков. Металлический привкус, кисловатый привкус, горьковатый привкус. Вот все это левые оттенки говорят о чистке какого-то органа. Если металлический привкус, это значит несколько органов чистится одновременно. Вот левые, они обычно не глотаются, сплевываются. Нейтральные, сладковатые, это уже наше самое дорогое. После возвращения на пищу, у вас изменился ощущение оттенки? Ну, у меня сейчас постоянно изменяется на протяжении дня. Дмитрий, а как ухаживаешь за зимой? Мне сейчас проще. Мне достаточно даже просто либо щеткой, либо прополоскать. Два раза в день, по утрам, вечером. Ну да, нормально. А если слизь выходит через горлое, можно сплевывать? Нет, если мы говорим о слизи, то, безусловно, избавляемся от нее. А в таком случае не сплевывать? Нет, если без слизи слизи, она нам не нужна. Во всех случаях. Время для сплевывать, да не так? Ну, когда она чистая. Как глаза чистить, самая эффективная практика? Вот для глаз восстановить зрение? Какая-то самая-самая такая? У нас, я такими специальными методиками очищения глаз не занимался, не делал. У нас есть специальная техника, сисудзин, омовение костного спинного головного мозга. Раньше императоров Китая обучали, это Шинжи с нами поделился. И то, что кто занимался здравотелом, там комплекс «Долголет» есть, там как раз несколько упражнений от них. И путем нажатия на специальные точки на теле, либо на пальчиках, мы запускаем омовение, активацию наших эндокринных органов и, соответственно, слизистую оболочку глаз. Слюнные ферменты и жидкость глаз – это все ферменты шишковидной железы. Ну, на вопрос еще раз вернулся к теме «Ощеланчивание» или «Оргинах танки». К какому ритму дыхания следует двеница к двиге, чтобы получить именно максимальный «Ощеланчивый» и «Четыре». То есть я, например, когда бегаю, если у меня ритм темп небольшой, я дышу четыре шага дыхания с минимальной паузой. Если я темп увеличиваю, я перехожу на два шага дыхания, два шага дыхания. Почему следует двеница? Отлично. Вот это как раз называется дыхание полоза змеи в беге либо в движении. Нанимаем. Да. У полоза замедление есть несколько стадий. Первая называется змея. Это когда есть вдох и выдох, но между ними ничего нет. Божись. Вдох-выдох. И мы их растягиваем. Мы их растягиваем, растягиваем и растягиваем. И дальше, обычно, когда уже сильно растянутые, есть вторая стадия черепаха. А, первая была черепаха. Вторая стадия змея. Это когда появляются промежутки между ними, отсутствующее дыхание. Это не задержка. Дыхание просто провалилось, его нету на несколько секунд. Сделали вдох, дыхание провалилось. Потом пошел выдох, дыхание провалилось. Но мы начнем расширяться, и они начинают увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И следующая стадия скалопедра, это самое сложное дыхание. Это у нас дыхание начинает двигаться, динамика двигаться, вибрация. Оно становится настолько поверхностным, у нас не двигается ни легкий, ни живот. Как будто вибрация начинает перекатываться. Это самый высокий уровень. Сначала просто растягиваем. Просто увеличивать паузу. Значит, количество шагов на каждые дни. Нет, не паузы, а максимально медленный вдох, максимально медленный вдох, выдох. Допустим, 5 секунд вдох, 5 секунд выдох. 10, 10, 15, 15. Паузы должны сами образовываться. Если мы их делаем, то это задержка. Это грубость. Это будет во время вега на сердце плохо влиять. То есть, просто увеличивая длительность вдоха-выдоха, мы будем способствовать щелочную. Да, безусловно. Для того, чтобы уже было хорошее начало запуска щелочной среды, 30 секунд вдох, 30 секунд выдох, должно быть минимум полчаса. Либо минута вдох, минута выдох, 10 минут. И это дыхание должно быть очень плавное замедление. Тем более, если мы бегаем, мы очень должны отслеживать ритм сердца, комфорт. То есть, никаких там перепадов. Болезни в сердце бывают двух типов. Первое, молниеносный разряд, сухой разряд, сразу ни с того ни сего больно возникло и пропало. Это сразу говорит о том, что нужно отдыхать. А есть боль нарастающая, нарастающая. Вот молниеносная сразу, прекращаем практику, нарастающая еще по ощущениям. Вирусы бактерии паразитов существуют только в кислотной среде. Это идеальная среда для их нежизи деятельности, размножения, питания. Чем кислотнее среда, тем они активнее размножаются. Чем щелочнее среда, тем им становится неинтереснее. Они там не могут ни питаться, ни размножаться. Безусловно, в щелочной среде мы будем от них избавляться. Но если мы говорим о паразитах, то, допустим, у человека должна быть очень высокая щелочная среда и держаться длительные дни. Допустим, чтобы начать процесс ощелачивания нашей крови, мы должны начинать задержки вихания на выдохе 90 секунд. И у нас наступит ощелачивание только на четвертый день. На четвертый день, если они все четыре дня продержались 90 секунд. У нас сегодня-завтра продержалось, послезавтра возникает чистка, результаты упали. А продержались четыре дня, на четвертый день все очищение, ощелачивание только-только начинается. А для того, чтобы дойти до стадии паразитов, мы должны продержаться 49 дней подряд. Только тогда мы на эту глубину будем доставать. Это сколько в день нужно? Как еще один? Внешнем пить травы, пихтовые бальзамы, горькие очи. Благостно для нас, мы совсем благостно для них. А как проверить по простому? Есть ли в день? Есть тесты медицинские. Просто анализы? У нас, да, есть на каждом реприте присутствует медик, который проверяет, делает диагностики. Я с медицинским термином не знаком, как эти диагностики делаются. Но все это проверяется. Сколько времени в день нужно практиковать медитацию, чтобы ощелачиваться организатором? Сколько времени требует практиковать медитацию, чтобы ощелачиваться организатором? На яму. На дыхательную праздник. Есть время, а есть качество. Такие разделы. Можно практиковать долго, но некачественно. Практиковать неделю, месяц, а задержка дыхания по 15-30 секунд. То есть от этого мало результата. Качество – это когда мы в глубину, в высоту практикуем. Задержки дыхания начинают нас ощелачивать 60 секунд на выдохе, либо на вдохе с трех минут. И вот таких уже на третий день, на четвертый день. Трое суток у нас идет замена крови, обнуление, а наоборот делает кровь, лимфа и нервная система. Поэтому раньше что-то серьезное делали только на третий день. К примеру, когда собирались, допустим, князья разных государств, на первый день работает уровень крови и нижнего царства Донтьянь. Они знакомились с застолья, уровень живота, царство живы. На второй день царство Смарги, средний Донтьянь, игрища, хороводы, они братались. На третий день верхний Донтьянь, царство Тямы, духовности. Вот на третий день у нас заключали какие-то договора, познакомившись, побратались, и уже меньше вероятность, что они там друг друга обманут и будут меньше чести проявлять. И точно так же на уровне крови ощелачивание через три дня будет происходить, удержав 60 секунд минимум все эти дни. Допустим, сделать задержку по 60 секунд, сколько минут, сколько раз? Минимум делается 5 подходов, минимум норма 10 подходов. 10 подходов по 60 секунд. И причем задержка дыхания такой принцип. Мы сделали одну задержку дыхания, отдохнули, вторая задержка дыхания. Между ними есть пауза отдыха. Вот эта пауза отдыха не должна превышать минуту отдыха, меньше. Если мы отдыхаем больше, чем минута, то второй подход работает как первый. 50 секунд, 30 секунд, замечательно. Хибики вообще, допустим, практикуют Тумо без отдыха. Там есть младший ветер с отдыхом, средний ветер, маленький отдых, и великий ветер вообще без отдыха. Человек выдохнул, вдохнул, задержка. Сидит 3 минуты, 5 минут, все не может. Выдохнул, еще раз тут же вдохнул, опять задержка, еще сидит. Нету ни секунды на отдых. Сколько раз в день практиковать? Одного раза достаточно. Но если один раз, то 5-10 подходов. А для задержки на выдохе, насколько полный выдох надо делать? Есть комфортность в держке бихания. Это обычно рекомендуется человеку, у которого есть проблемы со здоровьем. Если мы более в себе уверены, более здоровы, чем больше выдохнем, тем лучше. Делается даже периодически до выдох. Выдохнули, еще один до выдох, и задержка. Еще и нос, допустим, закрыли. Чем больше выдохнули, тем создается внутренний вакуум. Чем больше внутреннего вакуума, тем активнее происходит ощелачивание организма на клеточном уровне. Так же будет лучше. Почему тогда водолаза не происходит какого-то такого процедения? Потому что мы делаем акцент на СО2, на выдохе и на недыхание. А там практикуют акцент на кислород, увеличение диафрагмы, легких, расширение. Это все, чтобы сделать задержку дыхания на вдохе с маленьким кислородным баллоном. Это первое. Они работают на расширение, на принцип кислорода, а не СО2. Второе. Многие получают интересные местечки опыта. Многие даже под водой забывают дышать, от этого и тонут. Не зная, что с ними происходит. Отсюда Бутейко и в Новосибирске, в Академгородке, и когда они изучали дыхание, 240 секунд на вылике, они закрыли дальше изучение. Он тогда еще и Бутейко и сказал, что для того, чтобы двигаться дальше в изучение дыхания, человек должен обладать знанием духовности. Потому что они не знали, что с людьми происходит. Есть такой человек, который под водоплавом от 20 минут, это правда? Я думаю, есть. Безусловно. У дейвингистов даже есть техники, они перед погружением дышат в кислородный баллон. Если у него задержка дыхания 6 минут, увеличивается на 2, 12. Если у человека 10 минут задержка дыхания увеличивается на 2, 20. Это как человек поставил рекорд мировой по задержкам дыхания. Еще в ТЭДе выступал. Рассказывал, как я добился этого. Жил в кислородных спальниках и так далее, в азотных. Он перед задержкой дыхания, перед диагностикой долго дышал кислородный баллон, насыщаясь органическим кислородом. Если попробовать применить внешнюю инфинию и баллон заканчать в кислородную кислородную, которая нужна нам, и начать дышать ей. Или здесь такого, в которой мы можем увеличивать дозировки, на фронт для практики? Попробую. Никто не делает такие эксперименты. Метри, скажи, пожалуйста, на выдохе или на вдохе? Задержки дыхания на выдохе – это лунный принцип, он стремится нас очищать. Задержки на вдохе – это солнечный принцип, они стремятся нас наполнять. То есть, что мы хотим? Сначала рекомендуется делать очищение, то есть, нет смысла наливать чистую воду в грязный сосуд. Добили задержки дыхания на выдохе 60 секунд, после этого переходим к задержке дыхания на вдохе. Три минуты достигаем. Это тоже будет человечная струда организма, да? Да. То же самое. Эффективнее будет продолжать на выдохе практиковать? Эффективнее, да? Да. Допустим, человек голодает, решил поголодать. Когда, допустим, а во время голодания мы должны чем-то заменить, мы должны себя СО2 прокачивать, чтобы организм получал силу живу. Во время голодания нужно делать акцент на дыхательной практике. А если вы голодаете, у вас слабость в теле, надо делать задержки дыхания на вдохе, чтобы наполняться. А если голодание проходит легко, естественно, и вы чувствуете, что можете форсировать чистку, тогда делайте задержки дыхания на выдохе. То есть, к солнечным, именно на вдохе, на вдохе, как задержка дыхания, не приходить пока не достигнешь 90 секунд? Не рекомендуется. Не в один день, то есть? Не в один день не надо. Минимуму 60, норма 90, да. Если задержка дыхания на вдохе, задержка дыхания на выдохе, у нас по-разному симпатическая и парасимпатическая нервная система работает. А от их неактивности зависит, какие гормоны будут вырабатываться. Если мы будем дышать и так, и так, у нас будет обмен веществ перестраиваться и туда, и сюда, и туда, и сюда, и мы будем изнашивать себя. Лучше в одной отощиться и потом перейти. Отсюда, по большому счету, и многие проблемы у людей, которые занимаются сразу сложными проноямами, допустим, аналома-белома. И раз в ступор постоянно входит, в 12-18 салабить длительное время, потому что не прошли ни солнечные, ни лунные дыхательные практики. Лунные, очищающие, они чистят ощелачью тело и готовят нервную систему. Солнечные, на вдохе, они укрепляют тело, наполняют и укрепляют нервную систему. А уже аналома-белома, либо черепаха, они одухотворяют нервную систему и приводят человека в недыхание. А вот сейчас, в свое время, мы не подбираем, как код, да, в мобиле, как чай, как-то, как оказаться от продукта, да, чтобы они в повседневной жизни. Как отказаться от кофе, от чая в повседневной жизни? Сегодня обычно человек применяет либо кофе, либо будорожащий, допустим, как саганда или от чая, либо там форум, чтобы себе там взбодрить, энергетику поднять. То есть мы не привыкли внимание удерживать ясность самостоятельно, концентрироваться медитациями, а чтобы наш внешний инструмент вытаскивал на эту ясность. Но чем больше их применяем, тем внутренняя способность приводит ясности будет падать. И как отказаться? Точно так же, как и йог. Какой самый лучший йогин? Как вы думаете? Который, который касается замороженного. Который любит. Самый лучший йогин – это тот, кто взял и растерил коврик и начал практиковать. Точно так же и в чем-то отказе. Не надо ждать понедельника и думать, что человек просто дает, от этого отказывается, а параллельно делает практики, чтобы организм максимально приспособился. То есть в щелочной среде мы знаем, что организм быстро перестроится. Если мы хотим что-то бросить, идеально в щелочной среде отказались резко от кофе, от чего-то энергозаряжающего внешнего, и слотный будет через стресс, либо через длительную тягу. Дмитрий, как хватает практики снижения, любовного снижения в радужном состоянии Господу? Хорошие практики. Они незначительные, но щелочек, на самом деле. Очень незначительные. Самый сильный из, допустим, если говорить про соотношение СО2 в наших альвеолах, 3,5% и 7,5%, здоровье 6,5%. У продуктов щелочных там до семерки вообще не доходит. Самый сильный из кремниевых, допустим, сода 8,4-8,6%. Вот кремниевые они нужны значительно. Короли по содержанию кремния это топинамбур, папоротник, хвощ, крапива. Вот они старые. И хвойное что-то. Хвойные там иголки, они очень сильно щелочиваются. Сельдерей, возможно, нет. Он просто хлорофилла много содержит. Это способствует. Сельдерей, может быть, это продукты, которые вы перечислили. Их никто из нас не кушает. Это все, как это, что сель и манго. Что-то у вас очень приятно, что вы на практике. Занимайтесь дыхательными практиками. Чем быстрее будете заниматься, очелачивая себя из нитри, тем меньше будете зависимы от снаружи инструмента. Все же какие-то продукты из реальной жизни, цитрусовые, или это какие-то овощи, огурцы, все-таки какие-то точки обитывать уже на базе очень качественного питания. Все, что мы употребляем, кушаем через радость, будет на нас положительно влиять. Третье правило питания жизни – уметь вкусить, насладиться от употребления пищи. Как уже говорил, вершина пирамиды – это сердечное родение. Если мы наслаждаемся от употребления пищи, она на нас благостно влияет. А если она нам неприятна, она нам неприятно начинает на нас влиять. Либо на ходу кидаем себя, даже не пронаблюдали, что сейчас только что съели, и она точно так же не будет хать еще и усваиваться. Чувствовать. Одно – это думать и чувствовать разные вещи. Точно так же, как человек медитирует, да, вкус чувствует. Точно так же, человек медитирует и думает, я медитирую, я медитирую, я медитирую. На самом деле, внутренний диалог запускается. Надо пребывать так же и со вкусом. 15-15, но. Друзья, у нас остается совершенно совсем чуть-чуть мало времени. Давайте еще три вопроса. Он там уже давно руку задает, тянет. Я хотела только поблагодарить, и первый вопрос я хотела спросить. Вот есть равные мнения, стоит ли голодать беременной женщиной? Кто-то говорит, что это очень хорошо. Я в практике в среднем, уже более 5 лет. Стоит ли мне голодать? Или голодать не стоит? Говорят, что токсины тогда появятся в вашем месте. Безусловно, когда человек голодает, первая стадия это чистка и интоксикация, и вывод интоксикации. Будет такая стадия. Я не могу порекомендовать беременным голодать. Я не знаю, я таки этот принцип не изучал. Я знаю, что некоторые рекомендуют, некоторые нет. Я не могу порекомендовать. Если, тем более, нет задержки дыхания 6 секунд, то есть кислотность всегда, то в любом случае будет интоксикация во время голодания. А если уже поголодала? Женщины лучше всего освоить сокола и черепаху. Можно, вопрос от всех. Можно, пожалуйста, показать, что это дыхание желательно еще? Ну, простой, который будет маленький, маленький. А я же их все рассказал основные. Сокол, черепаха, волк, повторимся. Это очелачивающие, да? Нет, очелачивающие только замедление дыхания черепаха и задержки дыхания. А все остальные, волк, регенерация, сокол, вывод токсинов, медведь, набор силы. Очелачивают черепаха и задержки. Можете еще кратко рассказать ваш рацион, вы как после пронарения? Чем мне сейчас состоится? У меня вообще банальное молное день, и я могу там огурчик себе там развязать, съесть либо там помидру, либо фрукт. И мне этого будет достаточно. Я стараюсь один-два раза в день, не каждый еще и не каждый день. Так, друзья, нам надо будет завершать. Какую воду пить при щелочной среде? Какую воду пить при щелочной среде? Да, у меня нет. Даже можно, мы мало об этом задумываем. Но тем не менее, вообще, что касается бутилированной воды, к сожалению, все, что мы покупаем в магазинах, бутилированная вода, там содержится не химия, а таблетка. Для того, чтобы, как там называют, для того, чтобы вирусом мы тоже влияли. Все, что мы пьем бутилированное, там уже с таблеткой, изначально это делают. Мало влияния, или менее, рекомендуется либо профильтровать, либо талая вода идеальная. Про себя вечерненько. Как профильтровать? М? Как профильтровать? Да, разумки-то сегодня есть. Кипятеная. А какого вы там не хотите себе? Они подходят? Нет. Какие? Аккулор там, который там 3-5 сетей фильтрации там. Ну, как минимум. Как минимум. Да. Друзья, мы для этого будем приветствовать. Думаю, будем чаще встречаться, будем чаще приезжать. Как говорил обычно, кто у нас говорил, барон Мюнхгаузен, самые недостойные вещи делаются с серьезным выражением лица, самые достойные вещи делаются с улыбками на лице. Поэтому чаще улыбайтесь, друзья. Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо. 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 Дмитрий, а интересен вопрос устройства мира. А можно в двух словах? Дмитрий, в космос летали, нет? Эх, как важный вопрос. Нет.